дополнительно это тоже отдельно все стоит колонки это отдельно наушники это отдельно это только для того чтобы я просто вышел в стрим одеть этот счет им надо настроить это я еще не говорю про моменты рекламы знаете очень многие там люди которые приходят в youtube они там начинают сеять называется такое выражение сеять свой канал через других блогеров дабы те рекламировали что подписчики росли на это конечно бюджета нет жень посоветуй пожалуйста как поставить человека на место на . я же не знаю какая у тебя ситуация и что это за человек и зачем тебе вообще нужно ставить на место ты где-то кто твой муж или кто над кто какого человека твой начальник кто надо разобраться что случилось как поставить это слушайте самое кстати вот самое крутое что есть в плане психологии в общении с людьми сейчас надо подобрать просто слова я недавно проснулся еще немножко не запущен мой муж а друг он ну по-хорошему друга ставить на место не нужно если он настоящий друг он должен сам чувствовать дистанцию он должен сам понимать что здесь он причинил тебе какие-то неприятные ощущения если он этого не чувствует соответственно не друг ну зачем ты зачем такой человек который не чувствует тебя но это вообще очень странная история поэтому это первое второе зачем его ставить на место тебя не устраивает то как он с тобой общается ли то как он тебе отвечает или то как он себя ведет в компании ну тогда поменяю человека и все зачем же здравствуй на youtube куда будет эфиром будет через 15 минут до я написал уже кстати в телеграме поэтому выше специального эфира для того чтобы сказать что сейчас через 15 минут мы будем на ютюбе этих женщина как дела надеюсь все хорошо у тебя спасибо большое дела как не к привет что будет на канале о чем он да не не знаю леночка пока пробу спасибо что это не за что пока пробуем пока ищем себя а там что будет я без понятия привет марина я же не знаю ваша ситуация поэтому особо над я не могу тебе сказать что тебе нужно делать это я знаю одно что сидеть и тебе человек причиняет дискомфорт и становится токсичным для тебя то соответственно нужно менять человека вот и все на земле будет 8 миллиардов людей привязались к одному и все еще он вам вред приносит вы еще это терпите да пошел он к чертовой матери или бабушки ну в общем женщине черта жизнь стрим был классно спасибо чат рулетка дача турле это будет сегодня женщины да я хочу сегодня кстати хочу днем выйти в чат рулетка посмотреть кто там будет сидеть потому что там все таки есть временная история там вечером выходишь там чтоб молодежи поменьше было что за девушка тебя пришла вчера во время стрима и ко мне пришла девушка это мой товарищ пришел со своей девушкой и ее подругой вот и все я просто вышел к ним поздоровался и вернулся обратно на стрим вы были свидетелями данные да 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 данной ситуации что думать по поводу вчерашний добрый день женщина отлично выберешь спасибо вчера была бомба на youtube спасибо большое ура евгений как это нормально песня чё за рулетка я пенсию вчера ходила на руслана белого в анталии все бегут и они бегут страшно за всех вчера ходила на руслана белого в анталии все бегут и они бегут страшно за всех кто бежит с кости давно дружишь кости я не знаю никакого костью какой кости что за костью как можно вот скажи пожалуйста 37-летнего мужчине задавать вопрос с кости давно дружишь друг тамары которая двоюродный брат коле ну который встречался соленой потом они расстались прошу алёна с димка ему изменила помнишь димка это катькин парень бывший пишите фамилию как-то я не знаю но вы блять вот вы но у вас нормально все день как выйти на твой канал в telegram канале у меня ссылка есть на мой youtube канал если вы не подписаны на мой telegram канал но и мне очень грустно потому что я очень долго рекламировал на вот стендаперы все уже здесь а почему кто за них должен воевать девочки подписывайтесь на димка женичка так классно ведет там эфир вчера сидел чатурлетки просто угар пасе блин татуированного как звали не кости какого бред татуированного звали какой какой татуированный сейчас заблокирую тебя будешь раздражать меня женифир ютюбе сохраняются сохраняются сохранять но в отличие от там от всего другого я могу эти эфиры удалять я могу их сохранять то есть это мой канал значит у меня голова разболелась да кстати по поводу вы красивый парень же слушать им по поводу донатов сразу хочу вам сказать там есть у меня система донатов и ниже под моим стримом есть там поддержать канал вы нажимаете там ссылка на донат вы нажимаете на эту ссылку и все и вас открывается огромная возможность то есть допустим люди которые с денисом давно с третьего класса спасибо за black от смайл значит смотрите и большое количество когда мы сидели здесь в инстаграм большое количество людей писали мне а вот мы из европы а вот мы из америки и вот мы не можем отправить донат когда у меня здесь была привязана карта так вот мы дорогие на youtube канале вы можете отправить с любой точки мира мне донат пошла до донейшин алис эта система которая не заблокирована в нашей стране и там начиная вот сбербанк онлайн и заканчивая биткойнами даже можно отправлять донатить то есть поэтому поэтому мои золотые теперь вы уже не отмажетесь тем что вы хотите очень меня поддержать и мой канал а вы просто из европы и у нас здесь не работает apple pay поэтому больше без этого поудобнее то на карту никак нельзя было ну да это удобнее да да прокомментирую как тебе зина зинаида они на не наида добрый день добрый что мои глаза зачесались аллергия на что-то ой ассалам алейку добрый день у пойду мой холодной водой что не могу понять что на глаза так щипит про морда опухшая какая хотя странно очень вчера был трезвым а что-то все проснулся не за может быть простуда какая-то завтра кстати еду меня не будет два дня может быть инстаграм буду завтра еду дочку забирать свою маленькую мою принцессу пару дней с ней проведу сил наберусь ну смотрите я не могу понять что со мной может потому что только проснулся такая отечность какая-то но нереальная я правда перед сном еще бутылку боржоми выпил но я не думаю что кошмар какой-то достанется ж такое чудовище кому-то волосы да отросли уже я вчера ой бабоньки я же вам не рассказал вчера значит я надел полувер этот с горлом здесь стиль у меня черные джинсы обувь черно сверху кожанка это прическа она кстати очень подходит мне вот когда я одеваюсь вот в таком стиле и мы вчера приехали в ресторан караоке но чтобы пройти в караоке нужно пройти через ресторан девочки вчера бабоньки салисе я вчера был звездой я вчера выходил курить ко мне подошел весь ресторан со мной сфотографироваться я вам клянусь у меня давно такого не было прям весь и мне все говорят одно и то же боже мой как ты возмужал какой-то высокий какой ты охуенный короче очень идет мне эта прическа я наверное не не буду пока отращивать волосы буду держать но вот 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 такие волосы но я длины такой волосы так тебе очень идет такой похож на леонте а ты на бабкину похоже сейчас приду описи у вас не поведут подождите две секунды короче вот если вы хотите знать вот то то как вы меня видите в камере ну вот так я на самом деле в жизни отличаюсь я у меня повызят повыразительные черты лица то есть камера все таки не передает плюс камера сама по себе прибавляет лишние килограммы знаете вот допустим телевидение телевидение на 6 сантиметров уменьшает человека и где-то на шесть-семь килограмм прибавляет то есть вы видели людей вот вы на меня смотрели вот меня встречают люди же ты такой высокий метра 87 мои девочки возрастная историю папа Сейчас я вам по пищу и бреду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, руку представляешь, они все подплывают. Давайте покормим их, чуть-чуть, я кормил сегодня с утра. Субтитры сделал DimaTorzok Пойдемте, стримерскую вам свою покажу. Но она еще не оборудована, смотрите, вот здесь будет находиться диван. Вот так он будет стоять, большой диван, здесь будет много гостей. Здесь будет ковер, столик, барная стойка. Мы уже заказали все это, кальяны, алкоголь, ну то есть вот так вот. Стримерская пока тоже скромная, сейчас мне привезут на днях вот этот я уберу компьютер. Вот этот монитор я поставлю на место ноутбука, а здесь будет вот такой загибающийся монитор. Ну, выглядит вот так оно, то есть микрофон, камера, камера тоже мы поменяем, поменяем ее на камеру Nikon. Будет фотоаппарат стоять на штативе, тогда будет и качество лучше. Это мое звуковое оборудование, кстати, сумасшедшее, просто сумасшедшее. 90 тысяч стоит вот эта херня, но мы ее не покупали, мы здесь, ну пацаны покупали, отдали мне ее. Это караоке, лампа, ну в общем, вот так, хочу в этом пиджаке, кстати, стримить. Как вам такая идея? Окон нет, окон нет, подвальное помещение. Сейчас, сейчас покажу вам. Вон мятый, блин, у меня утюга нет. Сейчас. Вот в этом. Нужно сделать какую-то фишку. Все будет, Надюш, смотри, моя золотая. Я не могу сразу врываться с фишками. Мне сначала, для начала, нужно понять, как вообще работают алгоритмы, вообще, как работает внутри YouTube. Потому что внутри самой платформы есть огромное количество всяких интересных плюшек, фишек. И для того, чтобы все было качественно, для того, чтобы контент был нормальный, не зависало, не проседало что-то, не тупил я. Вот, поэтому нужно для начала пока вот самому привыкнуть и потом в дальнейшем, конечно же, уже у меня есть в голове много всяких задумок. Они вам очень понравятся и я уверен, они вам понравятся и очень многим понравятся. Потому что, потому что я Евгений Кузин, на секундочку. И голова у меня работает. По поводу, значит, вопросов. Я что, в офисе живу? Да, я живу в офисе. Спасибо огромное пацанам. А у меня есть там отдельная комната своя, там диванчик. Все нормально. Сплю, отдыхаю. Немножко, правда, спина болит, потому что диван очень мягкий. А вот. А мне не 15 лет. С чем это связано? Да все очень просто. Родители, дети, оборудование, да и плюс большое количество там долгов, кредитов, ну я имею в виду кредитов в плане, не долгов, но перед государством. Поэтому я расставил приоритеты так свои жизненные, что я как та крыса, которая там при ядерной войне все равно выживет. Поэтому то, что я сейчас живу в таких условиях, я надеюсь, что это на короткую дистанцию. Я вообще живу по принципу, что, как бы так правильно выразиться, в общем, сложные, неудобные, некомфортные времена, они рождают сильных людей. В данный момент у меня все нормально. Ну, пока так, как я. Сейчас отцу надо будет делать вторую операцию на вторую ногу. А сегодня там снять жилье в Москве стоит там, ну, давайте там брать там среднее, там 50 тысяч квартир в месяц. Это надо отдать 50 за первый месяц, 50 за второй, плюс риэлтору. Ну, грубо говоря, 150 тысяч вывали сразу. Ну, пока вот, пока нет такого возможности. Ничего страшного, все будет, все будет. Сто процентов. У меня были такие периоды в жизни, и были взлеты, и падения. Я человек, который живет на американских горках. Просто в момент рождения меня посадили в одну из кабинок, и я всю жизнь вот так мотаюсь. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ничего страшного. На самом деле, это прибавляет красок и оптимизма мне в жизни. Ну, а так, в целом, главное есть руки, главное есть ноги, есть желание. Слава Богу, есть оборудование. Все остается только за мной. Работать, 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 развивать контент, удивлять вас, радовать вас. Ну, а вы, в свою очередь, я уверен, что будете поддерживать меня по своей возможности. Ну, если вы увидите, действительно, что парень старается. И очень сложно еще переступить через себя, потому что я человек, который склонен к лени. Но в данный момент все это, как мне кажется, осталось позади. Я максимально заряжен. У меня все получится. И я надеюсь, да я уверен в том, что я буду вас радовать и веселить. И стану для вас отдушиной, несмотря на все, что сейчас происходит в этом, блядь, мире. Вот. Буду вас разгружать. И отвлекать немножко. Конечно, все будет. Да-да-да, терпение трут, все перетрут. Норм все будет, я знаю. Правильно, Женя, все будет. Я знаю, я знаю, я знаю. Все подписались на мой? Жень, лень убивает все. Наталья, я до вашего сообщения за 10 минут об этом сказал. Зачем вы об этом пишете, не могу понять. Вы просто хотите, как бы, ну что, что. Женя, ты напоминаешь Задойнова. Он тоже как-то говорил, что любит создавать себе проблемы и потом их решать. Я не могу напоминать Задойнова, потому что я не люблю создавать себе проблемы. И я не люблю их решать. Ну, то есть я их решаю по мере поступления. Но я точно не человек, который любит создавать себе проблемы. Я человек, который живу ради своих детей и ради своих родителей. О себе забыв немножко, я отодвину себя в сторону. Мне как-то надо переформатироваться, перегрузиться и начать, на самом деле, с самого себя. Потому что, как мне кажется, что если я начну с себя, у меня будет все получаться. Тогда, соответственно, и будет хорошо всем, кто меня будет окружать. Ну, а пока как-то так. Ну, ничего. Мы к этому придем. Это первое. Второе. Не смейте меня с кем-либо сравнивать. Зафиксировали? Едем дальше. Что еще? Вчера был в караоке, спел пару песен, немножко отвлекся, сидели за столом с моими пацанами. Меня пацаны вытащили отсюда. Я затолкаю тебе тачку силой, я отвезу тебя к пацанам. Блин, там будет рыбалка и пиво. Слово пацана. Где эта песня? Классная песня. Не хочу. Это она грустная. Слово пацана послушаю. Все, вывезли один из наших товарищей. Он пришел со своей девушкой. Та девушка привела двух подруг. Мы так посидели все, поржали. Но при всем при этом без какого-либо продолжения я понял, что все это прикольно. Но мне это уже не так нравится, потому что я сидел весь вечер и думал о том, как бы вернуться обратно в офис и запустить стрим, потому что я дал обещание. Привет, привет. Потому что я дал обещание девчатам. И вот, грубо говоря, что такое? Нормально все? Привет, братец. Где были? А, типа у вас это, да? Семейный уикенд? Да, нет. Я пришел домой. Час назад. Да? Да, романтический завтрак. Романтический завтрак? Тоже хорошо. Я ни с кем не поддерживаю отношения. Нет в этом никакой нужды. Поддерживать мне отношения с кем-либо. Объясню, по какой причине. Потому что обо мне бывшие участники Дома-2 вспоминают, ну, кроме Габозова. Кроме Габозов звонил. А, нет, тоже недавно звонил, блядь, говорит, запиши видео, я хочу поздравить человека. В общем, я вам так скажу. Участники Дома-2 вспоминают обо мне, я говорю конкретно за себя. Я не буду говорить там, ну, за кого. Только тогда, когда им нужна либо какая-то реклама, либо что-то записать. В общем, обращение только с просьбой. Нет такого, что кто-то позвонил, как дела, жив, здоров, все ли у тебя хорошо. Я почему так на это реагирую? Я не остро реагирую, но я с этим смирился, я это принял. Объясню, почему. Потому что ни один из участников Дома-2, бывших, ни один, ныне живущих на этой земле, не может сказать, что Кузин позвонил и что-то у кого-то попросил. Выложить пост, выложить рекламу, сказать обо мне в своих инстаграм-страницах. Ни один, ни один участник, никогда в жизни я никого из них не просил ни о чем. Я всегда жил по принципу того, что люди подписаны на меня, видят, что я там что-то, допустим, продвигаю, анонсирую, где я имею свой какой-то интерес. Я жил по такому примеру, я, допустим, видел, я помню, был момент Ванька Барзиков, что-то рекламировал. Я ему сам набрал, говорю, братец, давай я поддержу тебя там, давай сделаю тебе рекламу. Он говорит, брат, ничего не надо, все нормально, спасибо, родной, я там какая-то там, все нормально у меня. То есть такая схема у меня работает. Я могу, если я сам увижу, я могу сам позвонить, сказать, давай там поддержу. Или вообще не звонить, просто сделать репост и сделать. Ну а ко мне вот конкретно, ко мне, если говорить за себя, ко мне обращаются только потому, что нужно что-то выложить. Потому что понимают прекрасно, что несмотря там на то, что я ушел давно с проекта, у меня активность очень хорошая на той же самой странице. И вообще как бы люди знают, что говоря обо мне, они привлекают внимание аудитории. Брось, сейчас у всех так эта жизнь выгодки. Я понимаю, я, например, Черкасов помню в последнем эфире говорил, что поддерживает с тобой и Сашей связь. Нет, мы не поддерживаем с Андреем никакой связи. И Саша уж тем более, Андрей не может поддерживать связь. Потому что мы с Андреем по-хорошему перестали общаться из-за того, что ему не понравилось, как Саша высказалась в интервью. Саша звонил Стархиц и поинтересовался по поводу жизни после проекта и по поводу ведущих. Где она сказала, слушайте, ну Бузова ведущая, Бородина ведущая, а Андрей как бы, ну Андрей, Влад Кадони. Это так, ведущие второго сорта. Ну она их называла, второго сорта. Ну то есть, слово сорт, наверное, оскорбило людей. Ну второго эшелона, потому что, ну давайте будем честными. Основные ведущие, это там Бородина и Бузова. А все, что, остальные другие ведущие, это там, ну чуть ниже ранга. Но это нормальная абсолютно. В общем, Андрея это очень зацепило, ему это не понравилось. И мы перестали общаться. Ну окей, ну окей. Ну что, блядь, что Саша сказала того, что не является действительностью и правдой. Нет вопросов. Просто каждый сегодня на проекте Дом-2 занимает свое место, свою нишу. Каждый ведущий там необходим и незаменим. Лаура, ты здесь? Лаура, кстати, иногда пишет. Бузова уже не ведущая. Ну не Бузова, на тот момент там была Бузова. На тот момент Бузова еще была ведущей. Кузин, где жаргон нахватался? В какой школе? В Мимино. Ну как в какой? В 327 гимназии. А где жаргон? А где ты прочувствовал? Или прочувствовал жаргон в моих словах? Жаргона? Какого жаргона я нахватал? Я всю жизнь так общался. Перемотай мои ролики 10 лет давности на Дом-2. Я всегда так разговаривал. Я говорю по факту и говорю абсолютно чистую правду всегда. Причем при всем при этом, допустим, Саша не хотел ни в коем случае, ни в каком уничижительном плане она не имела в виду. Андрей Патриев, я, допустим, я вам говорю, я говорю как ведущий. Андрей, ну он неплох в роли ведущего. Влад Кадони, неплох в роли ведущего. Они все неплохие, они все нормально там. Каждый еще раз занимает свое место. Все, к ним вообще вопросов нет. Поэтому я не знаю, на что обиделись. Знаете, это одно и то же, чтобы там... Мне позвонили там по поводу Путина, по поводу президента нашей страны, а я такой, ну да, президент Путин, он, да, великий человек. А вот премьер-министр, ну, он так, второй эшелон. И он мне звонит, премьер-министр, и очень обиженный просто, возмущенный. Как это так, блядь? Я не наравне с Путиным, блядь, ну это смешно, ребят, реально, блядь. Детский царь, господи, по 40 лет людям. Ладно, суть не в этом. Проехали, ехали, ехали, проехали. Не общаемся, не общаемся. У Гусева новая, да похуй вообще всем. Нет, я в позитивном смысле. Я понял тебя. Да нет, ну просто поинтересовались у меня люди. Я посчитал правильным ответить на этот вопрос. А еще же сообща Ксения, у меня дома вообще прозвище Собакевич. Ребят, я... Женя, откуда эти дебилы берутся в Ютубе, где ты их ищешь? Я в шоке. Это чат-рулетка, их там, блядь, 80% сидит. Сейчас пойдем, кстати. Значит так, смотрите, кто не подписан на мой канал на Ютубе, подписывайтесь. Объяснять вам, как найти меня, я у меня уже просто, правда, нет сил. Я пережевываю, 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 пережевываю. Здорово общался. Спасибо, Альвиночка. Поэтому, если у вас есть желание, пожалуйста. Да, и еще, кстати. По поводу ссылки на Ютуб-канал. Если вы не подписаны на канал, у вас там нет аккаунта, вы не можете. Я так понял, вы не могут люди перейти по ссылке или могут? Короче, суть не в этом. Заходите, набирайте Евгений Кузин. Заходите, ищите прямой, ну то есть прямой эфир. Я не знаю, как вам, как объяснить, господи. Давайте пойдемте сейчас сразу вам объясню. Покажу просто наглядный пример. Я вчера, кстати, вышел в куртке кожаной. Ну, прям сразу после караоке в эфир. И мне все почему-то стали писать. Он в чат рулетки говорит. Аспой, аспой. Аспой. Чистенький? Аспой, говорит, у тебя же кожаная куртка. Надо спеть, надо спеть. Сейчас, подождите секунду. Сейчас я вам покажу, потому что я понял, что тут сложно все. Сейчас я вам объясню сразу, чтобы, ну, не было больше потом вопросов. Как раз я выхожу уже в YouTube. Поэтому те, кто... Те, кто с нами, в общем, присоединяйтесь. Нажало Крис, от всех приходят, а от Женьки нет. На вашем устройстве возникла проблема, его необходимо перезагрузить. Это на вашем устройстве, а не на моем. Не яшайте устройство. В поиске Кузина набирайте фильтры. Смотрите, значит, что мы делаем. Смотрите. Вот, мы берем, заходим на YouTube. Вот канал YouTube. Сейчас, подождите, прогрузится. Вот. Вот канал YouTube, видите? YouTube. Вот поиск, видите? Поиск. Вот. Сюда вбиваете. Евгений Кузин. О, казино онлайн, бои Евгений Кузин. Опа. Я раньше стримил казино. Видите, Евгений Кузин. Здесь нет. Здесь просто мои эфиры. Ну, здесь нет ничего. Это там вот, у этой девочки. Наталья Осипрова. Что вы делаете? Видите фильтр? Вот он. Фильтр. Нажимайте на него. За последнюю часть сегодня по дате загрузки. Каналы, видите? Слово каналы. Нажимайте на каналы. И вам выскакивает, блядь, Евгений Кузин. Самый первый. Это я или нет? А, это вообще не я. Подождите. Заново, значит. Подождите. Херня какая-то. Фильтры. Тогда делаем так. Смотрите. Я сейчас захожу в прямой эфир. Вообще вот так вы находите. Просто прямые трансляции. Вот. Прямые трансляции. Сейчас нет трансляции. Блядь, подождите. Как вам объяснить? А что у меня нет? А почему у меня нету канала моего? Подождите. Каналы. Каналы, каналы. Евгений Кузин, Евгений Кузин, Евгений Кузин, Евгений Кузин. Где мой канал? Эпическая сила. Ну ничего. Мы его разобьем. Будет больше тысячи человек. Он будет выскакивать самым первым. Короче, смотрите, что мы с вами сейчас сделаем. Сейчас. Я захожу в ОБС. Сейчас. Я захожу в ОБС. Запускаю эфир. Вы сразу меня найдете. О. Женя от Рыбина Олега. Проверяем, как работает. О. Привет. Привет, Светлана. Привет, дорогая. О. Видите, уже донат. Две тысячи рублей уже накидали. Нормально? На поиску к сыну. Я нашел человека, кстати. Запустить трансляцию. Сейчас я запущу трансляцию. Управлять трансляцией. Доступ по ссылке. Видно всем. Создать трансляцию. Смотрите. Сейчас я запущу трансляцию. И вам покажу все. Все. Я в эфире. Закрываем ОБС. Даже можно не закрывать ее. Сейчас. Заходим на YouTube. В поиски вбиваем Евгений Кузин. Фильтр. Видите, тут пошло, пошло, пошло. Разное. И вот тут, смотрите. Опа. Прямые трансляции. Нажимаете на них. Блядь, ну пока нет. Сейчас, подождите. Пока не запустилась трансляция. Сейчас, подождите. Запустится. Там 20 секунд задержка. Фильтры. Прямая трансляция. Трансляция. Твою мать, что происходит-то, блядь. Но я же в эфире. Пистика какая. Результатов не найдено. Как не найдено? Как не найдено результатов? Сука. Тупой. Прямые трансляции. Ну нет, меня нету. Я не знаю, чем делать. Вот мой канал. Мой канал. Хотя у меня на канале идет трансляция. Прямая. Бред. Бред. Идет меньше минуты. Стоять. Евгений Кузин. Фильтры. Прямые трансляции. Ну я не понимаю тогда. Длительность менее четырех минут. Подождите. Прямые трансляции. Прямые трансляции. Ну нет, не идет. Не знаю. Не знаю, ребят, правда. Не могу вам объяснить. Ссылку. Ну заходите в телеграм-канал. Давайте сейчас я сделаю. А, давайте сделаем так. По-другому. Сейчас, значит, закончится эфир. И я не нашла. Странно. Да. Вообще у меня эфир идет. То есть вот смотрите. Я, допустим, захожу к себе на этот. Мой канал. Видите? Вот эфир идет. И эфир идет. И уже 14 человек. 17 человек. Эфир идет. 89 секунд. Видите? Эфир идет. Люди сидят. Уже в чате пишут. Видите? Давайте сделаем так. Смотрите. Я сейчас выйду из эфира. Выложу. Тут же моментально делаю сториз. Прикрепляю ссылку. Вы по этой ссылке переходите. Попадаете ко мне. Вот прям сразу. Сейчас буквально 2 минуты. Заходите ко мне в истории. И там будет прикреплена ссылка активно. Нажимаете на нее. И вы попадаете. Вот. Ты в эфире. Я знаю, что в эфире. Но я почему-то не могу понять. А почему так происходит? Давайте еще раз попробуем. Евгений Кузин. Фильтры. Прямые трансляции. Нет у меня. Бред какой-то. А почему так происходит? Понять я не могу дать. Евгений Кузин. И что? Евгений Кузин. Прямой эфир. Но меня нету. Странно. Подождите. У меня какая-то. Ой, господи, боже мой. Сейчас, подождите. На, вот появился только. Спустя 3 минуты. Короче, заходите в фильтр. Прямые трансляции. Нажимаете. И вот он я. Поняли? Ищите меня. Фильтры. Прямые трансляции. И вот он я. Вот мой эфир. Только у меня 3 зрителя почему-то. А, 29 зрителей. Все. Давайте. Сейчас выложу ссылку. Кому интересно, тот перейдет. Все. Сейчас. Одну секундочку. Давайте.